Минус в том, что когда встаешь, то пушек у тебя нет. Всем привет, кстати. Вот это опасно. Закроет шлюз и я не смогу обратно взлететь, но мы успели. Ой-ой-ой, что за звуки? Кстати, обратите внимание, у меня здесь как бы гравитация перестала работать в этой штуке и походу он меня не увидел. Интересная заметка. Надо будет проверить. Итак, гулял по окрестностям Малиссара, увидел Катлас Ред, решил запрыгнуть и первым делом сохранился. Это вообще первое посещение Катлас Реда. Чисто случайно, хотел в карах забежать. Чисто поприкалываться. Вот, к сожалению, не сначала начал записывать. Начало было эпическое. Я зашел вот сюда, чел начал по мне стрелять. Я спрятался, взял снайперку и в чан прям выстрелил. То есть, соответственно, чел помер. После этого я как бы перестал к нему стрелять и просто с пушкой и без пушки бегал. Проверял его реакцию. Ну и вообще как бы. Вот. Но все же он даже умудрялся как-то и сам помереть. Вот. Но мне что понравилось? То, что две кровати, два человека. Можно больше человеков, я так понимаю. Человеков. А можно, в принципе, и с одной кроватью, наверное, разобраться. По очереди просто вставать, да и все. Кстати, вот вопрос. Можно ли на одной кровати несколько челов зарегать? Может быть, на Катласе нельзя. Опаньки. Так. Отличный коврик у меня в сортире. Ну-ка. О, все работает. Не помеха. Так, хватит подсматривать. Так, надо ножки вытереть. Что за звуки? Ядрить твоя. Я, походу, его грохнул. Ха-ха-ха-ха-ха. Огонь вообще. Не знаю, что там произошло, короче. Ну, с моей стороны, как бы, вот. Не знаю, может, ядрёный я туда сходил, как бы, и он не перестал. Я нёс такого. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот, и так. Собственно, вот он на этой кроватке встает, я на другой кроватке встаю. И, по сути, можно, не знаю, ивент запилить там. Использовать внешнюю территорию, например. Сколько можно засейвить там чувачков на одной кроватке, которая здесь именно установлена, я не знаю. Если больше, то можно и побольше, да, там. Такой трэш-эвент. 10 человек в катласе на выживание. И по очереди вскакивать там. Не, ну да, ну. Это, конечно. Вот, кстати, классно выглядит, когда тебе в чан-то нарежут. Потеря сознания. Да и вообще, вот, я давненько играл, но вот когда сейчас прям тебе плохо становится, хп мало, то всё краснеет, прям. Мне нравится, очень здорово. Ну, давай, просыпайся. В принципе, за это время можно меня уже, не знаю, куда-нибудь оттащить. Чик. Мы почти подружились с ним. Но то ли он куда-то летел, в своё секретное местечко, то ли хрен его знает. Но всё равно... Всё равно чем-то я ему не нравился. Ну, это классно, вы представляете? То есть, случайно запустишь какого-нибудь Петросяна, и не сможешь от него избавиться. Это же вообще отлично. Cutlass Red forever. Ха-ха-ха-ха. Ну, а так вообще места здесь достаточно. Вообще здорово. И опять он теперь шил с друговика. В общем, видео так себе, в принципе, ничего особенного, но... Один из вариантов, чем сейчас можно заняться. То есть, если раньше ты зайдёшь на борт, кого-то грохнешь, и всё, и он улетел в Алиссарт, а ты полетел на его корабле, то сейчас вот немножко всё именно в Cutlass Red. Ну, и в Караке, я думаю. Я думаю, что уж в Караке точно на одной кровати можно нескольких... Ну, там экипаж есть человек, поэтому... Минимум шестерых там заставить, наверное, можно. Ну, а в Cutlass-то вообще есть где разбежаться-то. О, господи, в Караке. Надо вот тоже потестить. Что там со звуки такие? Что этот ядреный мальчик делает? Может, он меня с пришельцем просто попутал и думает, как от меня избавиться? Костюмчик из... Господи... В общем, из корабля, который перехватывает... Вытаскивает тебя из Квантума. Мантис. Из Мантиса в комплекте. И там шёл такой костюмчик, мне очень понравился. Я бы даже сказал, что я больше из-за костюмчика взял корабль. Давай. Куда-то всё-таки долетели. Звуки классные. Вот особенно, если одеть какие-то наушники, ну, чтобы не в каком-то полузвучном-беззвучном режиме, а вот, что происходит просто... Всё кряхтит, трещит. Оп! Попал. Попал прям... Прямо... Защищает свой сортир, наверное. Что ещё могу сказать? Ну, теперь он меня решил прямо здесь, раз пять. Косой. Звух выстрелом. В принципе, я думаю, что если начать просто вот упивать прямо на кровати, то чужаку не понравится визит. Так он... Не понравится такая дружелюбность. Не понравится такая дружелюбность. И придётся выйти. Ну вот, не знаю, какой ещё вариант избавиться. Потому что вытолкнуть, наверное, вряд ли. И последнее, что я ещё протестил, то, что когда ты выпрыгнешь из корабля, то почему-то я появился уже не на Катласе, а в Лисаре. Всем спасибо за внимание. Лайкайте, подписывайтесь. Задавайте вопросы. Если про кровати кто-то знает какую инфу, напишите, пожалуйста. Всем спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok